На сегодняшний день в Украине существует такое понятие, как элита наций. Во всем мире подразумевается, под элитой это лучшие представители общества, выдающиеся личности, которые своими действиями, своей позицией жизненной, всей своей жизнью, они приносили тому обществу, где они родились, где они жили, в тех странах, очень большую пользу. И люди, которые являлись выдающимися во всем. Если это в искусстве, то это талантливый человек. Если это в каких-то других сферах деятельности, то это выдающаяся личность. То же самое это были и выдающиеся политики, экономисты, юристы. Но их немного. Не могут быть все элиты. Элита – это особенность, это исключительность прежде всего. Но это исключительность, кроме всего, чтобы человек, обладая такими качествами, он должен их реализовывать. Если он их не реализует, то, собственно, кто его будет считать элитой? Любого человека. А у нас претендуют на звание элиты люди, которые далеки вообще-то от этого понимания. Они волей судьбы и каких-то обстоятельств попадают на Олимп, на властный Олимп. И считают, что это они уже попали в обойму именно категории элиты. Но таковыми не являются. О них мы будем поговорить позже. А вот о тех, о которых на сегодняшний день у нас мы имеем, выдающихся ученых, мы имеем выдающихся и политиков, скажем так. Мы имеем очень известных литераторов. Мы имеем очень таких известных и любимых актеров, певцов и так далее. То есть вот элита именно людей, которые известны всем. Ну, взять, например, хотя бы президента Национальной академии наук Патона. Личность, глыба, человек, которого знает весь мир. И таких академиков у нас, между прочим, чтобы было понятно, в Академии науки на сегодняшний день в Украине насчитывается где-то порядка 5, около 580 академиков и членкоров. Каждый из них – это личность. Каждый из них – это с мировым именем. Каждый из них – это ученый с большой буквы. Человек, который уважаем не только в нашей стране, но и за ее пределами. То же самое мы можем взять… Разные у нас имеются национальные союзы. Союзы журналистов, писателей, художников, кинематографистов. И остальных. Вот у нас где-то порядка трех десятков этих национальных союзов. И там находятся десятки тысяч людей, которые можно было бы смело причислить к элите нации. Каждый из них – это выдающаяся личность, которая всей своей деятельностью показала, что это человек очень образованный, эта индивидуальность и так далее. Но, к сожалению, на сегодняшний день можно констатировать, что… Много вы видели, часто встречали на страницах СМИ или в интернете вот такие какие-то высказывания или какие-то публичные оценки сегодняшнего происходящего в Украине именно вот этих людей. Они молчат. Они сегодня в годину, как говорится, скорби и вот такого для нашей страны, можно сказать, тяжелого времени, они не высказывают свою позицию как уважаемый человек, как элита нации. Ведь люди прислушались бы к их мнению. А я предполагал бы, что эти люди могли бы объединиться в какие-то… не только в свои творческие союзы, а вот в период вот таких вот испытаний, которые проходит Украина, которые нам послал, как говорится, Господь Бог, они бы могли объединиться в какие-то такие союзы по реализации возможности мирным путем прекращения вот этой, как говорится, братоубийственной, можно сказать, гражданской войны. Но она еще не сформировалась, как гражданская война полностью. Но мы, как говорится, в одном шаге от этого. И вот эти люди, в первую очередь, должны были быть сказать… высказать свою позицию, должны были высказать свое мнение, в конце концов, предложить какие-то возможности для реализации вот этих предложений по прекращению этого конфликта. Этого не состоялось, этого не произошло. Я не слышал и не видел, нигде не встречал ни в печати, чтобы где-то были собраны какие-то… я уже не говорю о международных, хотя это тоже можно было бы… какие-то форумы или какие-то конференции именно с тематикой, касающейся вот кризиса, который сегодня мы наблюдаем на востоке Украины. Вот если бы эти люди объединились между собой, провели какой-нибудь международный конгресс, пригласили туда своих коллег зарубежных, обсудили этот вопрос, вынесли какое-то решение. Я думаю, что правительство Украины бы, наверное, прислушалось бы к их мнению. Ведь все-таки это элита нации. Это люди, которые… Каждое его слово – это кладезь ума, это квинтэссенция, как говорится, опыта, помноженного на знание. Поэтому вот этого бы хотелось бы от нашей элиты. Но, к сожалению, у нас есть элита, которые себя причисляют к элите, особенно наши народные депутаты. Они считают, что они тоже элита нации, хотя это далеко не так. И так как они себя ведут, например, в той же сессионном зале Верховного Совета, то они просто лишний раз подтверждают теорию Дарвина о происхождении человека, от обезьяны. Понимаете? Ведут они себя, как вот те еще не сформировавшиеся в людей, элитных приматов. Дерутся, ругаются и так далее. То есть ведут себя абсолютно не так, как должна себя вести элита. Поэтому я этих людей к числу элиты нации не причисляю. И, наверное, думаю, со мной согласятся многие граждане Украины, что так оно и есть. Есть некоторые, которые себя считают тоже элитой нации, являются творческими людьми, но отстаивают интересы какой-то узкополитической направленности. Это, как правило, как говорится, работники культуры, искусства, но которые находятся в услужении каких-то партийных организаций. Вот они там выступают не как элита нации, как писатель, как художник, как поэтесса, а они выступают в качестве политических информаторов. И не более того. Но при этом они себя считают, что они элита нации, и к ним должны прислушаться обязательно. Вот здесь как раз и наступает такая вот коллизия взаимоотношений. Еще одна группа людей, которых можно причислить смело к элите нации, это герои Украины. У нас их порядка 220 живущих сегодня в Украине, 220 персон. Это все выдающиеся люди, это люди труда, это выдающиеся практики, там разные люди. И эти люди тоже на сегодняшний день молчат. Вот представьте себе, был бы проведен какой-нибудь съезд героев Украины, на котором тема одна была бы, единственная тема, прекращение конфликта на востоке Украины. И вот 220 человек, все в один голос, приняли резолюцию какую-то и пути решения этого вопроса. Наверное, бы прислушивалось опять-таки наше правительство к мнению этих людей. Ведь эти люди, во-первых, они свободны в своих высказываниях и возможностях. Они известны всем, они уважаемы. И уже статус их позволяет им говорить о том, что их мнение, которое они высказывают, должны прислушаться. Вот такая категория людей, элиты нации должны... Но сегодня они тоже молчат. Молчат по разным причинам. Есть люди из конъюнктурных соображений, которые, некоторые из них занимают какие-то определенные положения в обществе, являясь директорами каких-то предприятий, каких-то организаций. Руководителями и так далее. Зависимы на сегодняшний день от власти. Вот они молчат. Почему? Потому что боятся, очевидно, за свою дальнейшую карьеру, за свою жизнь, в конце концов. И на сегодняшний день немаловажно, и многие боятся просто высказываться. Почему? Потому что по стране на сегодняшний день бродят толпы людей, вооруженных, несогласных. Они могут вразумить совсем другим путем, как это было на Майдане. То есть это бита, это уже многие из них вооружены. И эти, как говорится, несогласные. Они могут повлиять на любого человека на Украине. И, наверное, тоже это фактор, который не дает возможности высказываться нашим известным людям. Но хотелось бы, чтобы эти люди все-таки поучаствовали именно в реализации и решении вот этой проблемы. А она уже не терпит отлагательства. Надо просто сегодня каждому человеку принимать участие в прекращении этой беды.